Добрый вечер, мои дорогие подписчики, мои друзья и соратники. Ну и если хейтеры заблудились и смотрят это видео, вам тоже. Салам и алейкум из Казахстана, из нашего прекрасного Казахстана. Давайте вместе с вами рассмотрим такой момент, как передозировка электролитом, очередная передозировка электролитом. Ну на примере вот таких аккумуляторов, которые стоят на КамАЗе. Вот пришли ко мне такие две батареечки, две батареечки, и вот с такими параметрами. 17, по суху 0 заряда, 504 ампера здесь, 16, по суху 0 заряда, 491 ампер. Ну давайте, чтобы это было более... Что-то... Блин, язык заплетается. Правда подобно. Давайте сделаем замеры. Так, у нас сейчас вспышка включена, давайте отключим ее. Под вечер язык со мной не хочет дружить, так что сильно не осуждайте, если что-нибудь... Если буквы не будут совпадать с тем, что я хочу высказать и сказать. Они могут быть в различных комбинациях, ну, смысл, я надеюсь, вам будет понятен. 17 процентов, ну, совершенно в дырочку. Один в один. Да? 11,05. О, блядь. А напряжение-то увеличилось. Было 10,98, а сейчас 11,05. Ну, сама по себе батареечка уже начала заряжаться. Вот так они и сосут с меня все заряды высасывают, блядь. Вот, прошу прощения, постараюсь меньше материться. Ну, не материться, выражаться нецензурными словечками. Так. Обычная. Вообще, совершенно обычная батарея. Ну, сейчас у нас уже 14 процентов, 462 ампера, сопротивление 5,98. Ну, это может быть связано с тем, что клеммы намазаны, вернее, полюсные вовода намазаны литовчиком. И небольшая погрешность в конвее все-таки существует. Вот. А теперь давайте замерим это подарком, который мне прислал Александр. Вот она. Вот она, красавица. Начинаю потихонечку ее активно эксплуатировать и активно ей пользоваться. Так, блядь, одной рукой немножко неудобно. Да не немножко. Очень сильно, хотел сказать, пиздец как неудобно. Не буду материться. Очень сильно неудобно. Так. Ну, давайте вот так вот. Так, что у нас показывает? Напряжение. Ага. Нагрузочка показывает 11,16. Делаем затык. Опа. Т-46. Батарея показывает негодная. Никакого пускового тока. Тока или тока нету в этой батарейке. Ну, следующий кричит нам заведующий. Так, что у нас здесь? Так, 10. Ну-ка. Так. Ну, что? Поехали? То же самое. А нет, не то же самое. Еще хуже. Так. Ну, почему-то единственное, что в этой вилке тоже батарея негодная, непригодная. 10,30 НРЦ на НРЦ и на замкнутой у нас 1,5, сколько там, 1,85 вольта. То есть батарейка абсолютно ничего не сможет крутить, даже скутер. И проблема нарисовалась в чем? Почему я взялся за эту батарею? То, что водитель КамАЗа, он приехал с владельцем этого КамАЗа, и он, положа ногу на сердце, признался, что он херачил электролит и херачил его регулярно и систематически на протяжении всей эксплуатации этой батареи. Батарейка 20-го, батарейки обе 20-го года, они с одной партией и установлены на одном автомобиле. Активно КамАЗист, блин, нет, водитель КамАЗа, использует автономку, фен, ездит, бывает, и на дальняк. И вот такой конфуз случился с этой батареей. Поначалу вообще думал, что батарея замкнутая, судя по напряжению, по всем показателям. Но внутренний голос и пусковой ток мне подсказывают, что все-таки с батареей можно побороться. А такое состояние у нее вследствие разряда и чрезмерного обогащения электролитом. Электролита не жалко. И несколько было подливок, сколько доливалось в те разы, он не помнит. Но последняя подливка была полтора литра на обе батареи. Ну, то есть, грубо говоря, где-то 100 с лишним миллилитров. Что я сделал уже? Во-первых, сделал карту плотности на обоих батареях. Вот так она выглядит здесь. И вот так выглядит здесь. Одна отстающая у нас шестая банка, в которой 1,16 в плотности. Я сделал корректировку. Значит, отобрал, так, дай бог памяти, в каком-то году, так, так, шестью, четыре, двести сорок. По 270 миллилитров я сделал отбор. Было залито под самые пробки этой жидкости. Убрал по 270 миллилитров с каждой банки и добавил по 200 миллилитров воды на первый случай. Вот у меня этот электролит, который я отбивал. Половинка здесь и его часть сюда. Теперь нам предстоит... Дело в том, что моя, допустим, ошибка, она может стоить владельцу, ну, грубо говоря, где-то в районе 200 тысяч деньги. Эти батареи стоят сейчас порядка 80. Блять, ногу свего, ё! Ну, не совсем удобное кресло, блять, на котором я производил видеозапись. Свего ногу, блин, аж брызги с глаз не полетели. Так. На чём я остановился-то? А! То, что аккумуляторщикам, аккумуляторщикам, в принципе, как и сапёрам, ошибаться чревато, ошибаться нельзя, потому что можно просто подвести человека, а если делать пальцы веером, супли пузырём, и по этим, исходя из этих показаний, списать батарею, ну, можно, по крайней мере, попасть просто на небольшую, такую, на небольшую, возможно, большую помарку своей репутации. Поэтому, в таких случаях, когда я сомневаюсь в своём решении, или, нет, не в решении, а в приговоре, то я свожу всё к тому, что надо всё-таки с аккумулятором поработать, и убедиться, поставить жирную точку над И, И, чтобы, ну, окончательно принять решение, и, ну, короче, куда-то я уже поехал, блядь, ладно, так, друзья, ну, предысторию я рассказал, теперь давайте, блядь, вот вместе надо подумать, куда воткнуть эти батарейки, сейчас буду решать, вот это моя готовая продукция, которую я буду раздавать завтра, послезавтра, вот эти единственные три батарейки у меня стоят уже девять дней, и хозяин что-то игнорирует меня, но, надеюсь, завтра он этот игнор снимет и заберёт их. Зарядный бокс у меня забит, практически всё, что может работать, оно работает, сейчас буду думать, что ещё выкинуть отсюда, что готовое, и определим эти батарейки в работу, куда конкретно будет ясно, чуть-чуть попозже, попозже, вот, давайте, посмотрим, что у меня там есть, может у кого возникнут вопросы по каким-то батарейкам, пишите, сильно не пинайте меня за то, что начал редко отвечать на комментарии, работаю буквально практически каждый день до 10 часов вечера с 10 утра, и времени посидеть в телефоне, блин, ну, практически нет, кое-как нахожу время посидеть на горшке, сигареты в зубах, чтобы ответить на все ваши вопросы, я обязательно отвечу, те вопросы, которые я не пометил, как прочитанные, и которые у меня еще висят, я постараюсь ответить в ближайшее время, так, ну, сейчас буду читать, читать, читать репу, чесать репу, и думать, куда же их все-таки определять, не определять, немножко раздвинул барсиков, и втиснул между ними экклюзивов, для того, чтобы нам работать на вымпеле 50, бляд, на 37-ом вымпеле, так, ну, что, друзья, подпишусь на того, кто скажет точное количество аккумуляторов, которые стоят у меня в зарядном боксе, ну, это так, на конкурсной основе, лампи-возчики у нас готовы к труду и обороне, эксклюзивы, всю ночь будут висеть на них, давайте их подключим, подключил один, подключил второй, выставляем по 5 амперчиков, это у нас будет предзаряд, и посмотрим, до какого значения дойдет напряжение на эксклюзивах, ух ты, а что такое, а, вот что, плохой контакт в разведке, так, давайте точно выставим пятерочку, этого достаточно будет, ну, а завтра уже с утречка посмотрим, как они себя повели, сколько приняли, и продолжим работу с этими переобогащенными эксклюзивами, но я буду потихонечку собирать свои манатки и уматывать в сторону дома, время пол одиннадцатого, с утра растопил печерку, отдал три батарейки клиентам, ну, а теперь работа, работа, перейди на Федота, 68 ампер, у нас левый вемпи-лог выдал, не знаю, сколько усвоилось в аккумуляторе, здесь 69 ампер, да, 69,4, этот зарядник у нас показывает, что заряд окончен, вот, к сожалению, вот этим недостатком страдают, наверное, все вымпи-лог то есть на глубоко разряженной батарее вымпи-лог зачастую может показать, что заряд окончен, этот алгоритм мне до сих пор не понятен, но я обычно делаю вот так отключаю зарядник, даю немного постоять и затем опять включаю так, фокус не удался отключаем сейчас давайте отключим снимем клемку так у меня здесь просто битком все подключаем надпись исчезла и начинаем работать с батареей дальше посмотрим когда этот вампирок нам скажет что подскажет что заряд окончен также на ночь оставлял вот эти две батарейки с мисубиси pajero вот они две на вампирочки и видим такую же самую картину кстати вот это у нас барсы барсы так блин по-моему 19 года сейчас точно не могу вспомнить да по-моему 19 года и они были абсолютно сухие не абсолютно где-то миллиметров пять может над поверхностью пластин был электролит и потность была здесь не записал потность была 124 это я точно запомнил точно такая же ситуация с вампи очками сейчас их перезагружу и продолжу работать с этими барсетками так ну что вам рассказать про сахалин маленько приступаю к заведению всего механизма буду обследовать все батареи отбирать те которые с которыми можно которые можно сказать до свидания не буду ждать клиентов сейчас попрут перезагрузить перезагрузил но не сказал самое главное будем считать что предзаряд у нас закончился закончился более-менее успешно и теперь нам можно дать 9 ампер ну то есть я большими токами не заряжаю 5% в принципе от емкости батареи будет достаточно мы заряжали на в режиме 14 8 вольт а теперь после предзаряда можно переключить на 16 вольт и посмотрим блин что-то я много икаю да ну хорошо хоть не икаю посмотрим за динамика посмотрим как батарея до какого значения дойдет на этих вампелочках и в процессе работы в лидии все равно и в процессе работы будем смотреть и следить и возможно даже мониторить плотность батареи время без 15 8 19 45 если быть точнее пора зашивать колготки а нет не зашивать переодевать и дергать в сторону дома но работа еще не початый край еще надо поработать и на один из наших эксклюзивов требует прекратить зарядку в любом случае мы ее прекратим так как с батареей работаем уже наверное сутки сейчас вот этот вымпивок нам подскажет сколько мы проработали с этой батареей давайте дождемся этот мы перезапускали поэтому показатели будут неточные здесь мы видим 9 часов 19 минут после того как мы его перезагрузили 84 ампера за это время вымпива эти эксклюзивы скушали за это время и напитались ли они давайте по 2 храни баночки замерим и напитались ли они зарядом так указы тоже так так здесь мы видим уверенных 1.26 1.26 то же самое видим и здесь электролит чистый как слеза так здесь мы видим 1.25 с половинкой здесь то же самое сейчас я отключу зарядник и будем использовать не конвей а подарок от Саши от Александра из Санкт-Петербурга нагрузочной вилкой попробуем ткнуть в эту батарейку и посмотрим что нам дала наша работа так ну что что ж на старт внимание марш так немножко кабельочки уберем вот эти вот весьма неудобно пользоваться блин поставить что-ли на этот на штатив ну давайте попробуем все-таки так бля бог так что мы видим 14 так 13 94 ну погнали опачки так единственное не пикает так 12 98 с нагрузочкой так оба с нагрузкой и сколько там у нас 001 ау это что получается не ау а кау ну давайте эту батареечку проверим работа наша прошла впустую холостую все-таки чё чё они мертвы что ли мертвей не бывает так здесь у нас так ну-ка шлеп да блин просадки то нету опа сколько у нас 12 99 просадки нету это чё он наверное 1000 ампер показывает что ли ничего понять не могу пока давайте будем разбираться дальше конвей 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 барабашка вечно прячет блядь где конвей 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 вот он лежит и молчит ну-ка давай наш верный друг к подскажи чё там случилось что у нас а у по нулям это либо он выкатывает 1000 ампер по динам либо он не выкатывает вообще ничего но давайте ну нагрузка то не проседает практически вообще обычная к.б. абсолютно обычный эксклюзив 1200 ампер заинтриговал однако 72 процента 270 1395 1022 не совсем понятно вот это вот показатели может из-за того что завышенное напряжение он глюкнул глюкнула нагрузочная вилка но мы завтра с утра вместе с вами повторим этот подвиг в принципе показатели то нормальные крутящие батареи здесь похуже 988 67 процентов но батарейка не отстоялась еще в принципе эта батарея на еще и принимала заряд договор был с владельцем что моя задача будет выполнена если мы выгребен с этих батарей хотя бы 800 ампер для того чтобы заводить кома прогретый камаз но показатели как видим гораздо лучше так что практически мы вместе с вами задачи справились и поэтому не грех совсем не грех взять с клиента деньги за проделанную работу так ну что пусть батарейки отстаиваться до утра и завтра при первой же возможности мы опять нырнём этот зарядный бокс и будем допиливать наш этот ролик сегодня выкинул ролик по поводу своей работы прием выдачи от батареек и друзья в комментариях почитал что советуют мне огромное спасибо конечно за беспокойство чтобы я пользовался наколенниками там или всем прочим береги свои колени никого я привык друзья я работаю так как мне удобно мне неудобно ставить куда-то на какие-то придумать какой-нибудь столик для меня это как два пальца об асфальт всю мебель практически которая у меня здесь находится я сделал своими руками и сделать подставку для меня не составляет никакого труда умывальник вот это вот все вот этот силаж все сделано кроме шкафов конечно не такой уж блять охрененными мебельщик все сделано мной верстак вот этот стол вот этот стол вот этот стол ну может где то конечно докопаться можно и до столба но мне удобно на поле на поле на поле блять работать на полу работать на полу и и друзья ну если вы поработаете вот таким образом в принципе вы оцените я стилю ковры ковров можно набрать у меня еще там парочка лежит в запасе хороших персидских прям с перси и мне выслали плату ковры они систематически меня меняются если вы обратили на это внимание я их то прожигаю то кислотой но сейчас наконец-то до догадался вложить баннер чтобы меньше прожигать но обычно прожигаю вот штанишки штаны не успеваю менять так что друзья если вы не хотите чтобы я обморозил поколение может скинемся на штанцы кто-то скажет нам надо специальную робу аккумулятор щеки была роба ни одна была эти роба я все раздарил сварщиком отдал кожаные штаны пройденный этап были кожаные штаны и все прочее просто меняю спецов спецовки джинсы поношенные ну джинсы прожигаются вообще моментально достаточно одного вслипывания ориометра и штаны приходят полную негодность также советуют не приобрести вот этот дисковый ориометр и люди пользуются люди но люди пользуются для понта у меня их было два штуки дисковых это полное дерьмо лучше стеклянных ориометров вот у меня ориометр он сейчас подклеить скотчем потому что лопнула колба опять треснула но я успел поймать обмотал скотчем еще поработает я мою ориометр и при моих замерах потому что замеры приходится делать за день я кто бы считал вот надо поставить какой-нибудь спидометр или одометр счетчик замеров электролита сколько я делаю в течение дня провожу этих замеров ни один дисковый вот этот ни один рефрактометр один я умотал фрактометр да хорошая вещь но опять же при больших объемах работы пользоваться им крайне неудобно пользоваться перчатками я тоже не могу перчатках руки потеют целый день перчатках это блин но не никами не камильфо для меня поэтому руки у меня прожженные сожженные обожженные блять опять маникюр надо елки-палки только недавно был маникюрсица уже почти год прошло вот как то так я просто я стараюсь в ролик сунуть свои ответы на ваши комментарии на ваши вопросы на ваши советы вам всем огромная благодарность за то что вы беспокоитесь о моих коленках но мне на самом деле так удобнее у меня больная спина о блять я чё в кабинете у врача что ладно но пожалуйста пожалуйста поэтому высоко поднимать аккумуляторы ставить на какой-то пьедестал мне вообще не камильфо мне проще его подтянул зарядный бокс у меня низко расположен дверьки закинул толкнул вытолкнул все аккумуляторы я таскаю клиенты как правило приезжают по одному но с несколькими батарейки вот такими бля когда он заберет уже наглый тип до безумия и ну приходится помогать что же делать грузчика нанимать мне как бы нерационально так ну что друзья наверно 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 эту часть ролика закончу сейчас посещу перышки многоточки переодену колготки эти колготки надо забрать домой подшить постирать и опять в дело ладно завтра продолжим нашу эпопею друзья для вас ночь прилетела незаметно для меня заметно но нашим эксклюзивным героем и подбираемся только в пол второго с утра у меня были люди заехал в местный сумм взял штанцы и первый театр менять у делу новые штанцы от гугучи и теперь давайте глянем че у нас с эксклюзивами барсетки я отдал часть батареек отдал так где наши девочка девочка наберем вилочку и конвей конвей у меня сегодня лопнула пружина на крокодильщики начнем с конвей замер так минус у нас здесь и затем замерим вилочка меня смущает тот факт что вилка отказалась показывать пусковой ток так обычная 1200 ампер после отстоя у нас мы видим бешеное напряжение 1362 параметры посох у нас под сдулись сопротивление 275 так 1002 ампера все-таки у нас еще присутствует электро внутри вид электролит у нас батареи еще присутствует и сейчас сделаем замер плотности и наверное будем еще сделать корректировку избавляться от него так здесь у нас тоже под сдуто под сдулась под сдулись параметры после отстоя сопротивление 282 976 ампер пусковой ток и напряжение порядка 14 вольт 1358 не годится не годится такая ягодица так ну давайте теперь попробуем что наш нам товарищ нагрузка даст так чмяк просадки практически не видим так 786 амперчиков по дину оказывается эти эти нагрузки работают по дину так скорее всего придется нам подождать пока это вилочка остынет ну-ка сейчас глянем давайте если повышенная температура повышенная и вилочка нас об этом передупреждает ну-ка 1325 попробуем нет температура повышенная давайте дадим ей остыть и продолжим наши замеры а нет мы пока она остывает давайте замерим плотность также в двух банках посмотрим что у нас плотностью после инерционного до заряда ну плотность у нас по перо 1 1 27 а здесь то же самое 1 27 на штаны бы не ляпты бляй а то там последний забрал кугучи больше моего размера нет так 1 26 с половиной то практически 1 27 то же самое и здесь так ну что не хотелось но придется сейчас наверное я сделаю еще отбор и отберу не по-детски наверное по 90 миллилитриков по 90 миллилитриков электролита и замещу его дистиллированной водой так что остыла блядь еще горячая ну-ка посмотрим так тринадцать 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 ну-ка просадки практически нет двенадцать вольт просадки так еще нам покажет товарищ 959 тринадцать да у нее предел видимо у этой вилки 1000 ампер по дину и поэтому у нас вчера вот такая оказия и получилось так ну что друзья сейчас я займусь корректировкой сделаю отбор по 90 миллилитров электролита я уже говорил об этом повторяться не будем давайте приступим к работе сейчас должны еще подъехать клиенты позабирать вот эту свору блять сегодня на удивление привезли всего лишь четыре батарейки до обеда но еще не вечер ну опять мы к эксклюзивом добрались только в 10 минут шестого сделал корректировку по 100 миллилитров отбор кислоты и как видим нрц у нас вот такое вот 13 4 13 6 это говорит о том что все-таки внизу батарея у нас очень высокая плотность электролита так ну что давайте родимые поработаем также 9 амперчиков и настройки на 16 вольт то что ты в розетке плохой контакт вот так нарисовался давайте по возможности сколько сегодня задержусь сколько поработаю посмотрим до какого напряжения долетит на 9 амперах и будем делать еще один замер так мы 10 минут шестого минимум еще пару часиков поработаем и будем дальше поглядеть привезли еще одного пациента привезли двух но одну списал возили один аккумулятор он правда тюменский только алькор алькоровский был в паре с этой тюменью но эти алькоры возили на обслуживание в кустанай кустанайскому аккумуляторщику аккумуляторщик тебе привет от буровиков но кроме привета они еще передали бы эти связку вот этих мужских половых органов потому что те две батареи в которой ты пизда новый электролит они загнулись благодаря твоему тупору тупорельство вот еще парочку привезли 200 230 пол бокса займут ну слава богу так там 455 сегодняшних я поставил 5 еще стоит на отогреве ай звонят ладненько пока прекратим запись продолжим чуть позже ровно три часа проработали мы сегодня с эксклюзивами верней после отстоя и один из вемпи вообще не хочет работать пишет опять заряд окончен но честно говоря мы с ним я с ним солидарен борща охота поэтому на сегодня работу буду заканчивать сейчас пересмотрю кого оставить на ночь с кем будем работать завтра потихоньку будем собираться домой до дому духа ты так ну и что нам давайте глянем сколько там влилось еще дополнительно 23 ампера за три часа влилось давайте посмотрим что у нас с плотностью сделал корректировку по 100 миллилитров но мне показалось что наверное я все таки мало отобрал сейчас отключу зарядники пусть поработает опять инертный заряд и завтра с утра еще сделаем замер плотности да маловато отобрал плотность у нас 127 так 127 здесь у нас проблема в том что я не знаю сколько за все время 127 а нет 126 сколько за все время эксплуатации было долито долито электролита ух ты заговорил стихами пора писать издавать сборник стихов посвященный аккумулятором так здесь у нас 126 так 127 127 127 127 сейчас сделаю еще одну корректировочку сделаю еще отбор отберу по 70 миллилитров почему по 70 спросите вы да 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 потому что мне так удобно вот у меня шприц который рассчитан на 70 миллилитров сделаю отбор электролита вот у нас электролит прибывает в этой конисточке и долью водички вода уходит не знаю до весны хватит нет придется но спасибо озону на озоне появилась такая вода буду заказывать еще так ну а на сегодня сейчас сделаю корректировку и спокойно не торопясь не спеша где-то 32 с половиной километров в час поеду к своему борщу наступило долгожданное утро а теперь уже подкрадывается полник и только сейчас мы добираемся до наших эксклюзивов которые нас ждали ждали и наконец дождались начнем с того что замерим плотность перед отъездом вчера залил сделал корректировку по 70 миллилитров посмотрим что нам дал инертный заряд ну 1 24 плотность то же самое то же самое то же самое давайте давайте замерим параметры тестером и продолжим работу с этими батарейками интересно есть какая-нибудь динамика или нет после ампер после отстоев 1200 ампер ну как видим динамика налицо нфц по-прежнему у нас очень высокая 1034 ампер выкатывает наша батарея 267 сопротивление давайте что нам подскажет что нам вернее покажет следующий эксклюзив вот эти выстрелы на на улицу блять дает о себе знать 72 процента 1024 1354 также инерция у нас довольно таки очень высокая и простые капитально лимфоузлы воспалились блять зачем я вам это рассказываю не могу понять блять наверное для того чтобы в отличие от меня берегли своего здоровья так где у нас подключаем наши выпилочки так ну что ж подключаем вот так девять с половиной почему-то у нас выравниваем до девяти погнали или поехали потом нормальные пацаны или гагарин 20 минут двенадцатого пора поставить чайник и выпить кофе с утречка три с половиной часа проработали с нашими эксклюзивами и видим что напряжение у нас начало снижаться очень многие очень многие задают такой вопрос как так почему вы ориентируетесь на снижение напряжения о блин опять начал говорить стихами точно сборник выпущен да просто потому друзья что мы заряжаем работаем с аккумуляторами зарядом потоку с выбором крайней точки крайней точки аккумулятора крайняя точка это напряжение окончания заряда в алейкум это не клиент был это был товарищ зашел просто стрельнуть сигаретку так сбил немножко смысле меня но давайте вернемся в наших эксклюзивах напряжение окончания заряда на 5 процентах ориентировочно на 5 процентах мы выставили 9 ампер было 15 и 9 вольт и после того как эту точку мы прошли у каждой отдельно взятой батареи свой эдс противодействия заряду то есть до 15 и 9 батарея принимала заряд теперь батарея начала упорно сопротивляться но сопротивление выражается не в токе а именно в напряжение напряжение начнет начинает у нас снижаться и поэтому этот сигнал к тому чтобы заканчивать работу с этой батареей давайте отключаем зарядное устройство и меряем плотность меряем плотность также в крайних банках почему не меряю во всех банках для того чтобы во первых не удлинять ролик во вторых в принципе нам этого достаточно у нас есть карта плотности согласно которой все показатели у нас так 1,21 ну практически 1,27 по плотности у нас записаны и они ориентировочно равны поэтому для меня достаточно допустим сделать предварительно замер ровно 1,27 и при необходимость я обязательно конечно примерю в каждой банке так 1,26 с половиной плотность расти за наш до заряд перестала поэтому будем считать 1,27 поэтому будем считать что работу мы с этой батареей окончили это будет считаться окончанием работы по максимуму тот электролит который мы который мы какой мы который водитель камаза постоянно и систематически подливал в эту батарею будем считать что мы его выбрали какая-то часть возможно еще осталось но смысла дальше выбивать эту плотность я на данном этапе не вижу чтобы нам не переборщить условие будет такое значит клиенту я скажу чтобы эту батарею обязательно перевезли мне весной для очередного обслуживания и там уже будет видно по по плотности синих погреть погрейтесь погреть так так ну что дадим сейчас батарейки отстояться буквально много не дам потому как буду звонить клиенту клиент уже тревожил уже немножко температурит вроде как у них намечается на понедельник вторник крейс и буду ему звонить чтобы освобождал место сегодня забирал батареи потому что завтра еще должны подвести порядка шести вот таких вот габанчиков надо освободить для них плацкарты время 20 минут 6 и оно как раз подошел к тому месту когда нам нужно подводить черту или подводить черта подвозить черта короче поставить точки нады с нашими эксклюзивами для начала давайте смерим плотность после отстоя буду сейчас звонить клиенту чтобы забрал сегодня кровь с носу их потому как мне нужно поддаром для новых побед и свершения 1 1,26 половиной но плотность она еще вырастет потому что полностью электролит я думаю что я не выковать еще но здесь уверенных 1,27 мы видим так что-то захотелось мне немножко визжать вот попал электролит в палец сейчас промоем в пальце небольшая рамка и при попадании электролита сразу хочется кричать и писать так ну здесь у нас 126 это нормально с учетом того что мы делали отбор наугад здесь у нас тоже 126 хейтеру глубоко уважаемые не забудьте написать что аккумулятор весь в электролите как ты так работаешь как ты я его вытру не переживайте за меня можете приехать вытереть сами но если вы приедете то этот аккумулятор я вами вытру так начнем давайте с конвей сделаем замер конвей никак не доберусь до пружины блин нет вообще времени присесть пожрать буквально полчаса тому назад только перекусил медный провод блядь 1200 но это до ближайшего утра это мой последний перекус был потому что завтра записался на узи так 73 процента но в принципе в принципе для батареи двадцатого года показатели неплохие 1027 ампер пусковой ток и по нрц мы видим что все таки кислоты еще осталось достаточно много и в принципе она выйдет мы оставили место для того чтобы эта кислота вышла но мучить батарею перезарядами мы с вами не будем мы с вами не будем дабы не навредить все должно быть строго в меру и переусердствовать я уже по моему говорил что клиенту 10 75 процентов 1041 нрц чуть пониже 1366 265 надея будем надеяться что после отстоя батарейка еще погребет посоху и по пусковым током а теперь давайте посмотрим что нам предложит товарищ нагрузочная вилочка так мы в тот раз мерили с этой начинали батареи потом замерили эту и показатели у нас были неправильные потому как батарейка ой батарейки конечно батарейка вилочка не успела остыть и она была горяча раз она была горяча значит сопротивление у него было совершенно не то которое требуется так 1360 совершенно в дырочку как на конвейе шлеп затык опачки 1222 просадочка и пусковой ток вот смотрите у нас появилось 1298 так удивительная вилка конечно и создает мне многозадачность я вообще предполагал что она будет показывать в динах судя по всему сейчас она показывает в енах ладно будем разбираться еще не разы не разобрался друзья с ней буду потихонечку разбираться как только разберусь с ней еще раз сказать с ней скажу как с ней я только разберусь постараюсь познакомить ознакомить с особенностями и вас с особенностями с достоинствами с недостатками и конечно же вас мои дорогие подписчики так ну что давайте сделаем небольшую паузу буквально две-три минуты чтобы вилочка остыла но не две-три минуты наверное чуть побольше по-прежнему арбайтен хватает арбайтен по-прежнему у меня в силе вроде раскидываю батареи их как бы и не убывает потому что те которые привозят они заползают зарядный бокс а те которые увозят выползают зарядного бокса вот на вот эту площадку отстойную отстоявшуюся нет отстойную будем так говорить назовем ее так и отсюда уезжает в дальнее странствие кто фейтери которые кричат что мои вот благодаря моим методам это батарейки угандошиваются ну мне ввозят батареи которые обслуживаются у меня уже на протяжении есть и четырех и пяти лет вот есть и по бирочкам и они еще в бодром здравии нет в здравом уме и полном здравии будем так говорить ну большинство этикеток конечно отлетает вот они не держатся ну вот батарейка девятнадцатого года с девятнадцатого года и в принципе еще на батарейках ну то что батарейки просаживают это проблема не батареек а проблема владельцев батареек так как видим здесь вот полно здесь мои бирочки висят там вот аж три их вон там две да две блять так что хейтеры рты свои позатыкайте и прежде чем писать какие-то комментарии прежде чем давать советы вот я за эту неделю обслужил за неделю 60 с лишним аккумуляторов то есть обслужил и отдал их в работу если вы пишите комментарии но пишите ради бога только при одном условии что вы обслуживаете немножко больше хотя бы или хотя бы столько же я принимаю советы принимаю все крепко подумайте прежде чем писать что этот чувак гаражный малограмотный необразованный с теорией у него полный ноль практике дохуя а с теорией у него полные провалы ну ладно думайте так гадайте так дальше это ваше право думать вам никто не запрещает описать вот эту вот это вот ваши домыслы я никому не позволю так ну что там пока пиздел нагрузочка остыла нет да будем так говорить остыл давайте давайте замерим вторую батарейку и вот этим одним дублем мы закончим этот ролик последним дублем потому как работать мне еще сегодня предстоит часиков до 8 до 9 доделать и моя основная задача не ролики писать а обслуживать аккумуляторы 1343 на лице затык 1232 просадка 1473 показывает пусковой топ ну а конечно она блять у них какой-то пьяный алгоритм что она показывает вначале в динах потом в венах но даже в нет для ен это много непонятно может какой-то там сая и ес так че у нас но и наверное может сая уже показывает она друзья короче буду разбираться буду делать сравнение буду тыкать куда нужно куда и не нужно ее и надеюсь наконец-то какую-то подведу еще очередную черту ну на этом друзья что вам хочу сказать что хочу вам пожелать всего хорошего добра удачи здоровья семейного благополучия материального ну и естественно берегите свои батарейки всем пока да 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 и